Когда биткоин формировал нисходящий треугольник, эфириум формировал восходящий. Мне было интересно, кто из них все-таки будет диктовать поведение. Похоже, что эфириум до сих пор ведущий в этой паре. Уже не первый раз в этом году я вижу, что биткоин повторяет за эфириумом, как ни странно. Например, в июле, когда биткоин стоил 9600 долларов, как вы помните, я предположил, что он вырастет вслед за эфиром до отметок в 11500-12000 долларов. И он действительно последовал за эфириумом. Посмотрите, как теперь эфир вырывается из треугольника и улетает вверх. Неужели то же самое ожидает и биткоин в ближайшем будущем? Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новый выпуск. Сегодня у меня просто сумасшедшие новости для биткоина и для его холдеров, и я гарантирую, они снесут вам крышу. Но сначала давайте посмотрим на краткосрочную линию поведения главной криптовалюты. Что же она делает на четырехчасовом графике? Я подготовил все наперед и прямо сейчас я все объясню. Как мы говорили вчера, биткоин находится в нисходящем треугольнике, но сейчас он вырвался из него даже раньше, чем 14 сентября, как это в теории должно было быть. И остается только один вопрос, продолжится ли этот выход из треугольника ростом, или же он окажется фейковым, и нас ожидает тяжелый и обидный путь вниз. Напишите свой ответ в комментариях, а сейчас я попробую дать свой собственный. Начнем с того, что если этот прорыв цены биткоина из треугольника легитимен, то целью его движения является рост на высоту этого треугольника, то есть приблизительно до 11 тысяч долларов. Если быть точнее, 10 тысяч 923 доллара. Этот уровень явно непростой, потому что с начала июля и аж до начала сентября он служил ничем иным, как линией поддержки, которая была пробита 3 сентября, и сейчас уже служит линией сопротивления, которую биткоину придется преодолеть, если он захочет расти выше. Не удивительно, что целью выхода из треугольника является именно этот уровень. И сейчас биткоин вырывается из треугольника, мало того, что он это делает, он еще и подтверждает это второй свечой вот здесь, если что график четырехчасовой. Но не спешите сильно радоваться, ведь объемы при этом не растут, а наоборот почти сходят на нет. Это знак, что этот прорыв биткоина сейчас не является тем, с чем согласны участники рынка. Кроме этого, биткоин прямо сейчас на моих глазах пытается тестировать это локальное сопротивление. И конечно нам нужно, чтобы день закрылся над этим сопротивлением, чтобы этот прорыв точно считался действительным. И для этого тоже нужно увидеть увеличение объема. Если все это случится и прорыв будет подтвержден, то нас ждет рост вплоть до 11 тысяч долларов. Также очень хорошим знаком является то, что основа треугольника, которая служила поддержкой, все-таки удержала цену биткоина от дальнейшего падения. Сейчас очень важный момент, как вы понимаете, который определяет все. Так что давайте подождем и понаблюдаем за ним, чтобы получить подтверждение этого прорыва. Но ребята, давайте перейдем к тем сумасшедшим новостям для биткоина, которые никто сейчас не обсуждает почему-то. Кроме MMCrypto, но это ведь на английском языке. Ссылка на оригинал, кстати, будет в описании. Давайте исправим эту ситуацию и заговорим об этом на русском. Но прежде я хочу попросить вас поучаствовать в жизни канала. Все очень просто. Вы скролите страницу вниз прямо сейчас, нажимаете на кнопку лайка, подписки, колокольчика, чтобы не пропускать новые видео. Давайте наберем хотя бы 3000 лайков. На вчерашнем видео мы набрали почти 2800, и это просто безумие. Ребята, у нас самое активное крипто-сообщество на русском ютубе, и это просто круто. Во-первых, американцы опять начинают печатать деньги, это видно по растущему балансу ФРС США. И прямо сейчас предложение USDT токенизированного доллара тезер достигло исторического пика. 14,3 миллиарда долларов. За сутки они напечатали еще 100 миллионов тезеров. Более того, с 30 августа по сегодня мы наблюдаем самый большой скачок предложения USDT за всю историю криптовалют. Биллионс энд биллионс энд биллионс. Это не могло укрыться от моего внимания, поэтому я, как всегда, решил покопать глубже и нашел еще много чего интересного для биткоина и его холдеров. Каждый холдер должен это увидеть, потому что прямо сейчас биткоин делает такое, чего он не делал за всю свою 11-летнюю историю. Особенно в плане институционалов, больших умных денег или китов, как это принято называть. Итак, перед вами сравнение графиков цены биткоина и доступной циркуляции токенов тезера, которые мы уже сегодня видели, но я спрашиваю. Цена биткоина падала, а предложение USDT росло и растет, причем не просто растет, а сумасшедшими темпами. Почему же так? Ведь обычно все работает наоборот. Биткоин растет, спрос растет, больше тезеров печатается, а здесь биткоин падает, а тезеров печатают еще больше, чем когда-либо. Что вообще происходит? Давайте посмотрим на два графика цена биткоина и stablecoin supply ratio. Что это такое? Это метрика, которая показывает соотношение предложения биткоина к предложению стейблкоинов, выраженном в биткоинах. Чем ниже опускается этот график, тем больше стейблкоинов мы имеем против биткоина. Что означает, что покупательная способность стейблкоинов относительно биткоина выше, а значит и вероятность роста биткоина тоже выше. И сейчас на графике мы видим, что этот показатель находится на своих исторических низах. Когда я это увидел, у меня просто взорвался мозг и почему никто об этом не говорит. За всю историю биткоина мы не видели такого соотношения предложения стейблкоинов к предложению биткоина, как сейчас. Но ребята, если вы думали, что это сумасшедшая новость, нет, это только разогрев. Это твит от Вилли Ву, и вот что он пишет. Слухи о медвежьем рынке сильно преувеличены. Действительно, сейчас кто только не распространяет слухи о том, что биткоин упадет чуть ли не до 4000 долларов. Киты это те люди, которые контролируют тысячу биткоинов на своих кошельках. Заметьте, что в 2019 году они стали умнее, чем были в 2014. Здесь он имел в виду, что тысяча биткоинов в 2014 году стоила 500 тысяч долларов, а в 2019 5 миллионов долларов. То есть, сегодня какие-то это те самые умные деньги в кавычках. Ведь в 2014 году порог в тысячу биткоинов могли осилить представители ступеней пониже в этой иерархии богатства. Но теперь все меняется, и тысячу биткоинов могут позволить себе действительно умные большие деньги. Я хочу обратить ваше внимание на график. Здесь мы видим график цены биткоина и количество институционалов, владеющих более чем тысячей биткоинов. Вы можете видеть, что в каждом цикле эти финансовые организации накапливали биткоины. Во время больших буллранов до исторических пиков умные деньги разгружались, продавая накопленное розничным инвестором за три дорого. Во время медвежьих рынков они тоже накапливали, но за некоторое время до исторического пика они снова начинали продавать. Вы можете увидеть, что сейчас, начиная с предыдущего медвежьего рынка, они продолжают накапливать биткоин и не останавливаются это делать. Каждый день этот график бьет новый исторический пик. Мы делаем вывод, что институциональные большие умные деньги накапливают каждый день. Это факт. Но и это еще не все. Это далеко не все. Ведь Вилли Ву снова пишет. Многие смотрят на цену биткоина и сомневаются, что это способ хеджирования от рисков и кризисов. Частные лица и фонды с высоким уровнем дохода и резервами, безусловно, не сомневаются в этом и доказывают это реальными деньгами. После крайнего значительного увеличения предложения доллара США, умные деньги значительно увеличили количество биткоинов, которыми они владеют. Мы видим это на сравнении трех графиков. Цены биткоина, количество биткоинов, которыми владеют институционалы с большим количеством денег. И, наконец, график предложения доллара США. Как мы видим, предложение доллара США начинает резко взлетать после мартовского краха всех рынков из-за известной пандемической причины. И именно с этой точки большие финансовые институты начинают активно увеличивать свои позиции в биткоине. Бум! Взрыв! Ну и это еще не все, ребята. Это еще не сумасшедшие новости. Самое вкусное осталось на десерт, и это будет в конце видео. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, и не забудьте поставить лайк, если оно было вам интересным и полезным. Это график количества финансовых организаций, владеющих тысячей или больше биткоинов. Как мы видим, с января 2020 года он неумолимо растет, и сейчас он достиг исторического пика. Сейчас это 1900 адресов с балансом более чем 1000 биткоинов. Или же 1 миллион 900 тысяч биткоинов, которые сейчас удерживают институционалы и люди с большим, огромным достатком. И этот исторический пик график преодолел тогда, когда биткоин упал с 12 до 10 тысяч долларов в сентябре 2020. Думаете ли вы, что умные деньги сейчас влетают в биткоин так активно для того, чтобы потерять свои вложения? Скорее всего нет. Навряд ли. Они выбирают биткоин как способ хеджирования рисков против современной фиатной системы. Мы видели, как некоторые компании переводят все свои валютные резервы в биткоин. Я снимал об этом видео, и это очередное доказательство. Это умные деньги и то, что они делают прямо сейчас. Стоит ли нам следовать за ребятами из интернета, которые кричат о том, что биткоин обвалится, обесценится и станет ненужным? Или все же мы должны смотреть, что делают умные деньги? И еще один график хочу вам показать, прежде чем мы перейдем наконец к самой сумасшедшей новости на сегодня. Это графики цены биткоина и количество биткоинов на биржах. Посмотрите на это. С мартовского обвала из-за пандемии количество биткоинов, которые хранятся на биржах, все падает и падает. И достигло это количество минимума за последние полтора года. Фактически люди выводят и выводят свои биткоины с биржи. Это означает, что количество биткоинов на биржах, которые готовы к продаже, уменьшается. И наконец, самая сумасшедшая новость для всех биткоин-холдеров, которые точно поставят ей лайк. Посмотрите на этот невероятный скачок. А что же это за график? О нем никто на русском ютубе не говорит. Мы снова видим цену биткоина и вот этот фиолетовый и сиреневый график, который снесет крышу любому, кто его поймет. Фиолетовый – это чистый рост финансовых институтов или отдельных людей с огромным достатком, которые владеют биткоином. Посмотрите на это. Когда биткоин провалился в сентябре этого года, чистый рост финансовых институтов, владеющих биткоином, просто взорвался. Это огромнейший всплеск. Мало того, что это самый большой за всю историю биткоина всплеск, так он еще и достиг исторического пика. Если это не взрывает вам мозг, если и это не сумасшедшие новости, то я не знаю, что еще нужно найти. Что мы имеем по факту? Цена биткоина падает, а количество финансовых институтов бьет рекорды, пока тезер печатают рекордно и когда предложение доллара растет беспрецедентно. Даже не знаю, хорошее ли это время продавать и избавляться от своих биткоинов в ожидании падения до 6000 долларов. И напоследок этот твит. Жаль, что я продал свои 1700 биткоинов, которые купил за 6 центов, за 30 центов. Теперь они стоят 8 долларов. Да, этот парень, скорее всего, был бы сейчас одним из богатейших биткоинеров на этой планете. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк. А также подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатеете. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!